Приветствую вас Алина. Я думаю, что для ответа на ваш вопрос нам нужно немножко обратиться к тому, чего вы, допустим, сами бы хотели. И обратиться к вопросу о том, как вы относитесь в целом глобально к своему мужу. Остались ли у вас к нему чувства какие-то? Остались ли у вас к нему какие-то переживания, да? Вот. И так далее. Это очень важно, потому что вот если чувств у вас к нему не осталось, если вы считаете, что это только он виноват в том, что ему не плевать, что вот это он только его ответственно, да, и всё. То, ну, в таком случае, наверное, да, имеет смысл расставаться, потому что, ну, и вам, и ребенку, в общем-то, будет тяжело в такой атмосфере жить. Ну, расставаться, по большому счету, успеть всегда. Расставание – это не какая-то такая, знаете, трудная история с точки зрения действия, да, с точки зрения поступков. Ну, вот, всегда можно попробовать отношения гармонизировать, всегда можно попробовать понять, почему так произошло, почему вашему мужу плевать на вас, на ребенку, вот. Может быть, ему не плевать, может быть, это, там, какая-то защитная реакция, которую ваш муж демонстрирует, на самом деле ему не плевать, и у него там есть какие-то и переживания, и какие-то сожаления, может быть, какие-то обиды и так далее, вот. То есть, вы можете попробовать отношения свои гармонизировать. Как? Ну, на самом деле, для этого необходим анализ ваших отношений, для этого необходимо разобраться в том и с тем, как вы выстраиваете отношения с своим мужем, что между вами общего, что вас объединяет, как вы, собственно, превратились в семейную пару, как начали ребенка и так далее, вот. И с какого момента начался, собственно говоря, кризис. И вот все эти вещи необходимо разобраться, необходимо исследовать, чтобы понять, где и как вы допустили ошибки, именно вы. Это вот с точки зрения профессиональной психотерапии, что можно вам ответить. Конечно, вам решать, как себя вести, конечно, вам решать, что делать, разводиться или нет, вам решать. И даже если вы считаете, что ваш муж во всем виноват, если вы считаете, что он ответственный за все, то даже в этом случае можно говорить о том, что... Даже в этом случае можно говорить о том, что вы вправе такую позицию продвигать. Но важно понимать последствия этой позиции и то, что в следующих отношениях, в следующем мужчине, в следующем браке у вас, возможно, будут те же самые ошибки и те же самые проблемы, если вы не подкорректируете свое поведение. Я сделаю лишь одно предположение относительно того, почему вашему мужу может на вас плевать быть. Я сделаю всего лишь одно предположение касательно этого, и оно будет следующим. Вашему мужу может быть на вас плевать, из-за того, как вы относитесь к себе самой. Что это значит? Если вы к себе относитесь не к хорошо, если вы к себе относитесь достаточно негативно, вот, если вы к себе относитесь не самым лучшим образом, то муж это будет чувствовать, и чувствуя это он будет, естественно, относиться к вам так, к сожалению. Поэтому это нужно учитывать, это желательно учитывать, и, возможно, вам имеет смысл пересмотреть то, как вы воспринимаете сами себя. На этом все, надеюсь, что помог вам. Извините, если это был бы, это маленький ответ. Извините, если вам казалось, что ответ не раскрывает сути вашего вопроса. Ну, вы довольно мало предоставили информации о себе, довольно мало вы рассказали о том, что за проблемы вас беспокоят. Я надеюсь, вы на индивидуальной беседе с психологом сделаете это. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова